Конструкция, международный фестиваль аудиовизуального искусства и новых медиа проводится в Днепре уже с 2014 года. Семь лет, ничего себе, вот я только сейчас посчитала, ничего себе, ничего себе. Фестиваль, официальное такое анонсирование, объединяет темы социального, культурного развития и творческих потребностей людей, которые живут в постиндустриальных городах. Ну это такое, знаете, из года в год вы говорите об этом. А сейчас мы выясним, что же на самом деле стоит за этим фестивалем, особенно вот за новой, да, новой серией. Это уж какой по счету получается? Седьмой, восьмой? Да, но я хотел немножко прояснить ситуацию. Фестиваль-конструкция все-таки проходит традиционно в июне каждый год, а в сентябре, с 24 по 26 сентября будет проходить такой как бы спецпроект конструкции. Это совместный проект нашего фестиваля и фестиваля Соника из Гвазга. Это такой проект-коллаборация, где мы, наши украинские художники и артисты совместно с британскими художниками и артистами делают небольшой проект совместный, который будет презентован в Днепре в течение трех дней, вот в эти выходные ближайшие. Ну кто, как не Андрей Палаш, программный директор фестиваля конструкции, лучше всего расскажет об этой коллаборации? Да, да, да. Почему она возникла? Я хочу сказать, что не так уж много и материалов я видела по этому предстоящему событию. Почему? Вы держите все в тайне? На самом деле мы держим все не в тайне, а очень тяжело вот в данный период, в период пандемии, да, она у нас немножко затихла, но все-таки проект-коллаборация и в Британии очень жесткие и строгие требования к проведению массовых мероприятий, поэтому до конца мы были не уверены, что это событие удастся организовать офлайн. Ну, наверное, как идея возникла давно. Да, конечно. Еще до пандемии меня пригласили в Глазго на фестиваль Соника, собственно. Там было еще где-то 20 кураторов и организаторов из разных фестивалей со всего мира. Были организаторы фестивалей из Аргентины, Бахрейна, Тайваня, ну, как бы там был весь мир, Франция, как бы все страны были представлены. В том числе меня пригласили, я посмотрел на этот фестиваль, познакомился с организаторами и, как бы, еще в Глазго мы тогда решили, что надо попробовать... И подумал, хочу, хочу и себе такое же, да, и в Днепре. Нет, ну, у нас уже тогда был наш фестиваль, конструкция, но мы, как бы, еще в Глазго обсудили, что было бы классно сделать совместную программу и презентовать ее как в Днепре, так и в Глазго. И, как бы, изначально у нас концепция нашего сотрудничества была то, что мы презентуем британских художников в Днепре, а украинских художников в Глазго. Но в связи с тем, что у них более строгие ограничения, в Глазго отменили фестиваль в этом году и, как бы, пришлось всю программу реализовать в Днепре. Но теперь они завидуют нам. Ну, я надеюсь, что все-таки... Хотелось бы и наших украинских артистов презентовать за пределами нашей страны, поэтому я надеюсь, что... Вы знаете, мы сегодня говорили о предстоящем фестивале блогеров, и я поймала себя на мысли, когда мы заговорили об украинской блогосфере, как производящей, да, украинский контент, украиномовный, либо неукраиномовный, о его востребованности. У меня возникла такая мысль, что большей частью это все-таки работа вовнутрь какая-то идет. То есть, кому нужен в первую очередь наш контент, нам самим, для нашего же развития, да, безусловно, но это работа где-то на себя. А вот такие проекты, они как раз позволяют выйти вне границ. Конечно. Ну, одной из главных целей и нашей организации, которую я представляю, культура медиально, и фестиваль, собственно, конструкция, это выстраивание культурных мостов между разными странами, разными культурами. И для нас очень важно сотрудничество как раз с европейскими организациями разными, для того, чтобы делать не только хороший, качественный культурный контент здесь, в Днепре, но и презентовать нашу культуру и наших артистов, наших художников за пределами нашей страны. Ну, вот вы говорите делать хороший, качественный свой контент и презентовать его. Большей частью, когда мы пытаемся себя где-то презентовать, это, вы знаете, мое мнение, имхо, вот я, да, люблю это интернетовский термин, да, имхо. Большей частью это какая-то вышиванщивчина, вот я не знаю, есть ли такое слово. Ну, то есть мы всячески подчеркиваем, да, наши национальные какие-то вещи, но на самом деле вот любая околосоветская страна, скажем так, республика, страна, вот, будучи даже европейская, но вот того периода, она же вот визуально не сильно-то отличается. Те же вышивки, тот же, в общем-то, тот же костюм для такого взгляда, знаете, который не ловит нюансы. Для западного потребителя. Да, вот для него. Чем быть уникальным? Что будет по-настоящему приниматься, а не проходить вот так вот с казняком? Ну, на самом деле сейчас только идет, в Украине сейчас только началась активная работа над такой собственной идентикой и как себя презентовать за пределами страны. Только два года назад был, или два или три года назад был организован Украинский институт, который как раз занимается тем, чтобы презентовать правильно нашу страну за пределами нашей страны. Вот, ну, наша организация и фестиваль у нас занимается современным искусством. Собственно, мы презентуем современное искусство Украины за пределами Украины. То есть нам не обязательно презентовать вышиванки, борщ или еще какие-то там особенности. Не, ну борщ можно, борщ можно. Не, ну я имею в виду, что для нас это не так важно, ну вот конкретно для нашей организации. Нам больше важно, чтобы о наших артистах, которые здесь тоже есть, они тоже очень талантливые и интересные, чтобы о них узнавали за пределами Украины, потому что, ну, к сожалению, все-таки на данный момент мы еще немножко изолированы от всех вот глобальных процессов культурных, которые происходят во всем мире. Но тем не менее, я соглашусь, что, если даже смотреть ленту новостей, что вот я делаю регулярно, поскольку это есть часть моей работы, то есть вот такой клипмекер украинский собрал массу наград, вот та работа вот вышла как... То есть точечно выстреливают все-таки? Ну, потихоньку, да, да, вот как бы потихоньку и дизайнеры, наши получают международные награды, и в том числе вот наш проект, который мы реализовывали в Днепре в 2018 году, проект «Сцена», это временное культурное пространство, которое мы строили в заброшенной части парка Шевченко. Он тоже выиграл несколько европейских наград, как одно из лучших публичных пространств Европы. То есть вот, тоже такая классная награда была. Ну, все-таки... Это очень точечно, да. Да, это очень точечно. Но такие вещи, это, ну, мои любимые, малыми шагами к большим целям. Вы упомянули о том, что изначально должен быть вот такой, да, вот мост. Украина-Великобритания, великопитание-Украина. Но не сложилось, потому что много не складывается сейчас из-за этого ковида дурацкого. Как все это будет происходить сейчас в Днепре? Ну, в Днепре это будет происходить все в течение трех дней, с 24 по 26. Мы выбрали три локации для презентации аудиовизуальных перформансов и инсталляций. Будет задействован дворец детей и юношества в пятницу. Там будет представлена аудиовизуальная работа Сони Кильман. Это как раз вот британская артистка. И в субботу мы задействуем органный зал. Там будет очень классный такой перформанс-концерт музыкальный британского артиста Алекса Смолка. И в воскресенье будет уже концерты украинских музыкантов, современных художников, их можно так назвать, в Центре современной культуры в Днепре. Ну, а помимо этой перформативной программы будут еще инсталляции, которые будут стоять постоянно. Их можно будет посетить в субботу и воскресенье. Это тоже будет все представлено в Центре современной культуры. И плюс в воскресенье будут встречи с художниками британскими, где можно будет пообщаться, задать им вопросы, обменяться опытом. Это тоже будет все в Центре современной культуры. А скажите, вот организаторы, каким образом, мне кажется, что творцов в мире современного искусства, их очень много, и я не только про Украину, и не только про Великобританию. Каким образом происходит отбор, кому вы отсылаете приглашение, почему приезжает именно эта команда, именно этот человек? Ну, конкретно в этой ситуации, которая сейчас, вот в этой коллаборации, которая с Соникой происходит, тут по концепту проекта они отбирали британских участников, а мы отбирали украинских. То есть мы как бы, каждый мог по-своему делать эту селекцию. Это может быть open call, такой открытый конкурс, когда вы просто объявляете, что в такие-то, такие-то даты можно выступить, например, если вы британский художник в Украине, и подаваете свои заявки. И вы смотрите эти заявки, выбираете лучшие, которые вам нравятся, и их отправляете уже в Украину. Ну вот отбирая украинское, на что вы ориентировали? Да, внутренняя селекция. Мы выбирали тех артистов, с которыми мы уже либо работали, которые у нас уже были на фестивалях, но в предыдущие годы. То есть вы знали, что это уже проверенный вариант? Да, да. И мы с ними вели продолжительные переговоры о том, какую работу они могли бы представить в рамках фестиваля. Ну и, собственно, их позвали. И сколько таких артистов? Украинских три, британских четыре, по-моему. Хорошо. Кто может поучаствовать в конструкции? Я имею в виду зрители. Свободен вход? Сколько стоит, если не свободен? Вот такие армии в этот момент. Вход свободный. Вход свободный, потому что... Вот можно пригласить. Да. С 24 по 26 сентября всех приглашаем на фестиваль, конструкцию, как бы маленький эдишн конструкции совместно с фестивалем Соника из Глазго. Называется «Звук окружающего» этот проект. И все мероприятия будут бесплатные в рамках фестиваля. Можно будет посетить вечернее мероприятие в Дворце детей и юношества в пятницу, либо в органном зале в субботу, либо в Центре современной культуры в воскресенье. Мероприятие приглашаю всех. Как всегда, будет интересно, полезно и достаточно зрелищно. Если, как в том анекдоте, вы с мамой эстеты, то приходите, наслаждайтесь высоким эстетическим искусством. Андрей Палаш, программный директор фестиваля «Конструкция», вот его личное приглашение, и мы к этим приглашениям присоединяемся. Не пропустите.